Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Ведь бог истории как-то не солидно, не правда ли? Так или иначе, Марвел ликвидировала недопонимание. Теперь персонажи официально зовут бог Локи. И, наверное, это лучший из вариантов. Но что там с третьим сезоном? Как сложится судьба Мобиуса? И какие еще детали мы не заметили в сезоне втором? Устраивайтесь поудобнее, друзья. Мы начнем с продолжения. О нем тоже поступают противоречивые новости. Но создатель сериала Кевин Райт наконец разложил все по полочкам. Во-первых, по словам Кевина, вся команда создателей сериала в целом не против продолжить работу. Во-вторых, Райт еще раз подтвердил, что история подразумевалась двухсезонной, и даже мысли о прямом продолжении нет. Отсюда вытекает в-третьих, Кевин Райт заявил о существовании микровселенной персонажей Локи, где продюсер выразил явное желание снять пару-тройку спин-оффов. Мы все любим персонажей, которые выходят за рамки и не боятся создавать нечто новое, как это делал Тони Старк. И кто бы мог подумать, что такие герои живут совсем рядом. Тюменский Илон Маск, он же Вадим Боков, переосмысливает полезные в реальной жизни вещи. Колонки Кейс Гуру – это первые недорогие блютуз-колонки на рынке с абсолютно честными динамиками и мощным звуком. Почему честными? Потому что сказано 30 Вт, значит именно 30 Вт. Это самые чисто звучащие колонки среди аналогов. Они отлично передают звук даже на низких частотах. Тюменцы взяли за образец самые топовые и продаваемые модели JBL, снабдили их интересными и полезными функциями и таким образом тюмена заместили их. Модель Sound имеет мощный звук, водозащиту и может играть на протяжении 12 часов. При этом у Кейс Гуру есть цвета музыка, в которой диоды мигают точно в такт треку. Кейс Гуру Клип, как нетрудно догадаться, это тюменский ответ на JBL Клип 4, только в полтора раза дешевле. Заказать любую из тюменских колонок можно на официальном сайте Кейс Гуру. По прямой цене производителя и без накруток. А по промокоду ГИКБОКС вы получите дополнительную приятную скидку. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и заказывайте новогодние подарки заранее. Если дословно создатель Локи сравнил сериал с «Во все тяжкие» и сказал, что команда подумает над тем, как в этой вселенной будет выглядеть лучше, «Лучше звоните Солу». Если кто не в курсе о ссылке, «Во все тяжкие» — это один из лучших, если не лучший сериал в истории. Там был персонаж Сол Гудман, который впоследствии получил свой сериал. И этот сериал также входит в список лучших в истории. Проводя подобную аналогию, Кевин Райт четко обозначил план на будущее Локи. И это будущее спин-офф в стиле «Лучше звоните Солу», из чего вытекает логичный вопрос, кто будет Солом Гудманом по версии Marvel. Ответ, если следовать логике, Сильвия, персонаж у фанатов популярный, а о прошлом героине вообще ничего не известно. Это открывает невероятные возможности. Ведь в спин-оффе можно показать альтернативные версии Фриги, Тора и Одина. Последние двое выглядят сочнее всего. Marvel еще со времен «Рагнарёка» пытается ввести в киновселенную Трогга, Бетта Рэй Билла и другие версии Бога Грома, но все никак. Сериал о Сильвии позволит воплотить любую фантазию. Будь то переодетый Крис Хемсворт или вообще другой актер. То же самое и с Одином. Его в киновселенной, откровенно говоря, не хватает. Фанаты комиксов в курсе, насколько это могучий и влиятельный во вселенной Марвел персонаж. Есть мнение, что потенциал Одина Марвел так и не раскрыла. Да, родной мир Сильвии вроде как в первом сезоне убили. Но все мы знаем, как быстро в супергеройке все может меняться. Сильвия выглядит лучшим вариантом с точки зрения эпичности и расширения вселенной. Но сердечко просит другой спин-офф, конечно же, о Мобиусе. Его история во втором сезоне вроде как закончена. Бедняга отпахал несколько столетий на ТВА, узнал правду о своей прошлой жизни и взял отпуск, чтобы найти себя. Создатели сериала, к слову, считают концовку хэппи-эндом для Мобиуса. Несмотря на потерю лучшего друга и единственной жизни, которую он знал, Кевин Райт считает, что Мобиус получил свежий старт и обязательно займется чем-то по душе. Мы, если честно, все же считаем концовку для Мобиуса дико грустной. Ну а что до его потенциального спин-оффа, идеи на самом деле валом. Первое – просто взять и показать прошлое персонажа. В последней серии Мобиус рассказал трогательную историю о том, как потерял работу охотника, когда не смог удалить маленькую девочку. С этой истории второй сезон можно и начать. Заодно показав внутреннюю кухню работы полиции и времени в том формате, в каком ее задумал Канг. Да, звучит скучновато, и приквелы в наше время не взлетают. Но в случае со вселенной Локи есть жирный нюанс. Он заключается в том, что история идет по кругу. Весь сериал нам показывали, что прошлое иногда бывает будущим. И, строго говоря, вопрос о том, проиграл ли тот, кто остался, все еще остается открытым. Близится война мультивселенных, которая, как мы помним, закончилась образованием ТВА и стиранием памяти всем ее работникам. Включая Мобиуса, который так-то воевал на стороне Канга вместе с Равонной Ренслеер. И если то же самое сейчас намечается в будущем, то почему бы не показать, как все это было в прошлом. Бонус такого злодея, как Канг, в том, что смерть для него вообще ничего не значит. Тот, кто остался, постоянно реинкарнирует. А значит, даже хронологически расположенный в прошлом проект спокойно раскроет злодея для будущего. Этим сериал о Мобиусе вполне может заняться. Есть и второй, более классический вариант. Взять и показать, чем Мобиус займется в будущем. Как бы второй сезон не пытался отправить его на пенсию, все мы понимаем, что это ненадолго. В этой версии Мобиуса нет детей. Их давным-давно стерли. У него нет друзей, все они остались в ТВА. Сам Мобиус, в отличие от Сильвии, не волк-одиночка. Да и не тот человек, что любит радикальные изменения. Никуда Мобиус не денется, вернется в ТВА как миленький. И, собственно, его спин-офф по факту станет третьим сезоном Локи. Нам покажут, как ТВА ищет различные версии Канга, борется с ними и пытается предотвратить войну мультивселенных. Да и в главной роли будет уже не Локи, а Мобиус. Но по духу ничего не поменяется. Да и самого Локи с парой-тройкой камео засунуть в проект проблемой не будет. Важно, что такой сериал замечательно разовьет тему мультивселенных Кангов и даже секретных войн. Чего ни один из текущих проектов Марвел не пытается делать. Громовержцы, Капитан Америка 4 и Человек-паук Тома Холланда – это совсем о другом. Полноценной франшизы приквела к секретным войнам все еще нет. И спин-оффы Локи выглядят замечательной возможностью для прогрева зрителя на мультивселенную. Есть на просторах интернета и теория, превращающая Мобиуса в Джокера будущих Мстителей. Ее задумка проста. У Мобиуса два сына и в шестой серии мы видели, что один любит красный байк, а другой зеленый. Во время разговора они еще и змей упоминают, и само собой, все тут же вспомнили, что в конце Локи искал одобрение именно от Мобиуса, будто бы от своего отца. В общем, многие считают, что Мобиус – это один из вариантов Одина. Да, задуманный как шутка и без прилагающихся способностей, но чем дольше об этом думаешь, тем логичнее все выглядит. Настолько, что сам шоураннер Локи, Кевин Райт, заявил, что полностью эту теорию поддерживает, и каждый раз говорит о ней коллегам по сериалу. Чем, как говорится, черт не шутит. Быть может, Кевин Файги в спин-оффе выдаст великую цель и Мобиусу, раскрыв в нем что-то новое. Есть похожая теория и о самом Локи. Ведь слишком уж кадр из финала сериала похож на кое-какой кадр из комиксов, если конкретно на кадр доктора Дума в образе бога Императора. В сюжете о секретных войнах Дум получил способности бога и соорудил в себе трон из корней мирового дерева Игдрасиль. Локи в финале, ну уж очень похож на эту версию доктора Дума. Основываясь на этом, многие предрекают, что именно он станет большим злодеем следующих мстителей. Учитывая героическую трансформацию, Локи выглядит странно. Но вы погодите. Доктор Дум в комиксах назвал себя богом, потому что спас осколки умирающей мультивселенной и позволил им ну хоть как-то жить. И с героями воевал из-за того, что они рисковали нарушить и так хрупкий баланс реальности. Локи в сериале тоже мультивселенную спас, а ее разрушение, учитывая анонсированные проекты, вопрос времени. Кто знает, как Локи отреагирует на то, что добытая с таким трудом гармония начнет разрушаться? Не возьмет ли он, как доктор Дум в комиксах, власть в свои руки ради общего блага? Если честно, вариант просто замечательный. Хотя бы потому, что доктора Дума в киновселенной еще физически нет, а репутация Канго подпорчена квантоманией. За три года до Войны Бесконечности у нас было четкое понимание, кто такой Танос, насколько это страшная угроза и чего нам ждать. За три года до династии Канго со злодеем вообще ничего не понятно. Даже если Канго переформатируют, а доктора Дума введут, времени на то, чтобы слепить из них полноценных колоритных персонажей, критически мало. А Локи – это 12-летнее качество, доведенное с помощью сериала до пика. Фильм, в котором злодей будет привлекательнее, чем герой, это всегда успех. Локи со слезами убивающий Мстителей ради сохранения мультивселенной – это как раз то, что может вернуть Марвел на вершину. Поэтому возможность такого поворота мы бы не исключали. Да и сам Том Хиддлстон тоже не исключает. Актер по случаю завершения сериала выпустил эмоциональное интервью о завершении пути персонажа. Его многие восприняли как прощание с ролью, но чуть позже Том добавил, что мостов не сжигает. Актер напомнил, что уже трижды почти уходил с роли, поэтому не хочет разводить трагедию, будто этот раз, ну уж точно последний. С точки зрения карьера актера можно понять, у Хиддлстона сейчас прекрасный шанс занять место кого-то вроде Тони Старка и получить внушительный чек и первую строчку в актерских титрах следующих Мстителей. Вряд ли кто-то в здравом уме откажется от гонорара, который будет в 10 раз больше, чем деньги, которые Том получил за оба сезона вместе взятые. Вот и стелят Хиддлстон соломку, разминая нас на свое возвращение. Когда оно состоится, тоже непонятно, но лично мы поддерживаем продюсеров сериала и тоже хотели бы увидеть в первую очередь спин-оффы о второстепенных персонажах вместо высосанного из пальца третьего сезона. Да и времени на то, чтобы все хорошенько обдумать, у Марвел завались. В следующем году выходит ровно один фильм киновселенной и пара-тройка сериалов. В этом осталось, что если, которые анонсировали на 22 декабря, эпизоды будут выходить каждый день, и таким образом Кевин Файги, делает фанатам рождественский сюрприз, выпустив весь сезон за неделю. Но если честно, выглядит все так, будто в Марвел знают о среднем качестве проекта. Вот и не пытаются его продавать как премиум-релиз с эпизодами раз в неделю. Локи показал, что у некоторых работников все еще есть порох в пороховницах. Хотелось бы, чтобы в ближайший год им выдали больше власти и времени на перезагрузку вселенной. И в 2025-м она вернулась с новыми силами. Верите ли вы, что такое чудо возможно? Оставляйте свое мнение в комментариях. А у нас пока все. До новых встреч, друзья!